Сто лет назад в самом сердце Америки началась история, которая со временем обросла мифами и легендами. Все началось с идеи, которая звучала как вызов — возвести небоскреб такой высоты, которая казалась невероятной. В начале 20 века это было смелым замыслом, ведь технологии и строительные материалы того времени сильно ограничивали возможности архитекторов. Однако именно это привлекло первую команду строителей под руководством амбициозного архитектора Джонатана Блейка. Блейк был известен своей дерзостью и необычными проектами. Он убедил инвесторов вложить средства в этот грандиозный проект, обещая, что новое здание станет символом человеческой изобретательности и стремления к высотам. Место для строительства было выбрано в оживленном районе, чтобы здание привлекало к себе внимание и подчеркивало дух времени, эпоху технического прогресса и социальных перемен. В первые годы работа продвигалась уверенными шагами. С каждой неделей небоскреб все больше возрастал, становясь объектом заинтересованности и любопытства не только местных жителей, но и людей по всему миру. Однако никто не мог и представить, что строительство затянется на десятилетия и станет семейным наследием для многих рабочих. Сквозь десятилетия, несмотря на военные потрясения и экономические кризисы, работа над зданием не прекращалась ни на день. Так началась история, окутанная тайными и невероятными событиями. Но чем привлекалась первая команда строителей, какие мечты они пестовали и что вдохновляло их трудиться на высоте, когда многое оставалось неопределенным? В следующей части мы погрузимся в жизнь этих пионеров, которые не только заложили основание небоскреба, но и создали традицию, продолжающуюся до сих пор. Первая команда. Строители с мечтой. Первая команда строителей, вдохновленная дерзкой мечтой Джонатана Блейка, представляла собой группу людей, для которых небоскреб стал не просто работой, а настоящим вызовом. Эти мужчины, большинство из которых ранее работали на более скромных проектах, были объединены одной целью. Построить самое высокое здание в мире. Их глаза светились надеждой и амбициями. Они гордились тем, что участвуют в чем-то, что по слухам изменит будущие архитектуры. Их упорство и желание доказать, что невозможно, это лишь вопрос времени, были движущей силой этого проекта. Строительство началось с фундамента, и каждый миг казался наполненным электричеством. Рабочие трудились днем и ночью, выкладывая кирпич за кирпичом с невероятной тщательностью. Многие из них оставили свои семьи в поисках лучшей жизни и возможности стать частью чего-то великого. Они делились историями о том, как этот проект может изменить не только их жизнь, но и весь мир. Каждый новый этаж, который удавалось построить, приносил с собой удовлетворение и чувство прогресса. Они преодолевали невиданные прежде высоты и осваивали новые строительные техники, о которых раньше можно было только мечтать. Первые месяцы работы над проектом были полны трудностей, но это лишь укрепляло дух команды. Временами казалось, что сам небоскреб дышит вместе с ними. Рабочие рассказывали друг другу о своих планах на будущее, о том, как их дети однажды увидят результат их труда. Эти люди были не просто строителями, они стали первыми воинами в сражении за мечту Блейка. Они выковывали не только здания, но и навсегда изменили курс своей жизни. Их история вдохновила многие поколения, которые впоследствии встали на их место. Но что же случилось с этими пионерами, когда проект начал привлекать внимание всего мира и становился чем-то больше, чем просто строительством? В следующей части мы раскроем, как новые поколения строителей приняли эстафету, чтобы продолжить это невероятное дело. Поколение в работе. Преемственность и традиции. Когда первые строители завершали свои смены, на горизонте уже ясно виднелись очертания следующей команды, жаждущей продолжить начатое. Их вдохновляли истории первых рабочих, передаваемые из уст в уста. В начале каждого десятилетия к проекту присоединялись новые лица. Молодое поколение, еще более решительная и увлеченная идеей довести строительство до конца. Они приходили не только с новыми силами, но и с новыми идеями. Ведь каждый из них вырос с мыслями, что однажды они станут частью этой величественной истории. Работая бок о бок с ветеранами, они перенимали у них не только мастерство, но и особый дух, который делал их семьей, объединенной общей целью. Каждое новое поколение привносило свои собственные традиции и обычаи в работу. Они создавали ритуалы, которые укрепляли командный дух и поддерживали связь с прошлыми строителями. Порой это были простые жесты, например, отметки на балках или фамильные гербы, выкованные в металле, которые украшали внутренние части строения. Эти символы становились частью истории небоскреба, скрытым напоминанием о тех, кто стоял за его созданием. Каждое утро начиналось с краткой встречи, где отмечались достижения предыдущего дня и обсуждались предстоящие задачи. Это создавало ощущение преемственности, важное для тех, кто приходил сюда работать с поколениями. Преемственность не ограничивалась только рабочими. Семьи строителей также принимали участие в жизни небоскреба. Супруги и дети часто навещали стройплощадки, принося с собой домашнее тепло и поддерживая своих мужей и отцов в их нелегком труде. Это было время не только невероятного труда, но и силы духа, когда все старались внести свой вклад в создание великого чуда. Вера в проект проходила через поколения, как эстафетная палочка, в которой гордо делились старшие с младшими. Это была настоящая династия, связанная единой целью и общей историей. Постепенно здание стало превращаться в символ не только технологического прогресса, но и человеческой стойкости. Но как именно строители сохраняли свои уникальные строительные техники на протяжении целого столетия? И какие секреты остаются в архитектуре небоскреба до сих пор? Впереди нас ждут удивительные открытия и открытия в раскрытии архитектурных тайн этого вечного проекта. Архитектура вечности. Уникальные строительные техники. В самом сердце этого величественного проекта лежат уникальные строительные техники, которые сделали небоскреб не просто чудом высоты, но и символом архитектурной гениальности, передающимся через поколения. Основой всего была разработка Джонатана Блейка – инновационная система модульных элементов, позволяющая быстро и эффективно воздвигать этажи. Каждый новый модуль был тщательно рассчитан, чтобы выдерживать не только вес, но и ветер, что беспощадно обрушивался на высокие конструкции. Ключевой элемент стратегии – использование легких, но прочных материалов, которые были настоящим прорывом своего времени. Вместо традиционного кирпича использовались металлические каркасы с обшивкой из специально обработанного бетона. Это было не только более экономически выгодно, но и позволяло сооружению дышать, оставляя пространство для расширения и усадки. Такие решения делали небоскреб живым организмом, способным адаптироваться к изменениям погоды и времени. Особое внимание уделялось фундаменту. Глубокие сваи из стали, достигающие невероятных глубин, обеспечивали зданию устойчивость, позволяя ему выдерживать любые природные катаклизмы. Это сделало небоскреб практически неуязвимым к землетрясениям, что было особенно важно в условиях постоянных сейсмических колебаний. Строители использовали уникальные техники заливки бетона, чтобы обеспечить максимальную прочность соединений. Каждый этаж был построен так, чтобы можно было добавить новые, не нарушая общей структуры. По мере возведения высоты строители внедряли новые технологии, включая лифтовые системы последнего поколения, которые позволяли перемещаться по зданию с невероятной скоростью. Небольшие детали, такие как система вентиляции, были продуманы до мелочей, чтобы обеспечивать комфорт на любой высоте. Тайные комнаты и скрытые этажи, каждая со своей функцией, дополняли общую картину, оставляя немало тайн для будущих исследователей. Все эти новшества стали основой для невероятной архитектурной среды обитания. Но какие еще сюрпризы и загадки скрывает этот вечный мегапроект? Впереди нас ждут невероятные истории об обычной жизни строителей, простирающейся выше облаков. Тайные комнаты и скрытые этажи. Загадки небоскреба. Когда дело доходит до самого сердца этого колосса, то тут скрыты не только тайные комнаты, но и целые этажи, которых нет на обычных планах здания. Эти загадочные пространства окутаны мраком, и лишь немногие знают правду о их предназначении. Некоторые комнаты были созданы еще в начале строительства, как укрытие для ценных документов и планов, когда здание становилось все выше и выше. Другие появились уже позже, по мере добавления новых модулей и технологий. Одно из самых интригующих мест – это секретная библиотека, спрятанная на невероятной высоте. В ней хранятся дневники и заметки всех, кто принимал участие в строительстве, начиная с первых рабочих. Это своего рода архив уникальных знаний и традиций, которые остаются недоступными для широкой публики. Строители, получая доступ к этим материалам, могут черпать вдохновение и восстанавливать забытые методики. Кроме того, легенды ходят о мистических комнатах, которые, по слухам, служат как убежище для отдыха и медитации. Эти тихие уголки позволяют строителям насладиться моментами спокойствия среди суеты и высоты, где воздух становится особенно свежим. Их расположение тщательно скрыто, а входы замаскированы так, что даже опытные инженеры порой теряются в лабиринте коридоров. На некоторых этажах были обнаружены странные механизмы и устройства, назначение которых до сих пор остается загадкой даже для современных специалистов. Эти находки демонстрируют техническую изобретательность прошлого, и их изучение продолжается, как и сам процесс строительства. Тайны этих мест подогревают интерес, стимулируя новые поколения искать разгадки в поисках ответов на вопросы, которые были заданы еще сто лет назад. Но каковы тайны жизни на высоте, где ветер становится постоянным спутником и союзником строителей? Скоро мы узнаем больше о повседневной жизни и бытии этих смелых людей, чья преданность делу простирается за пределы человеческого понимания. Производственно-строительная компания ПО-система предлагает уникальные решения в сфере модульных быстровозводимых зданий. По желанию заказчика можно сделать модуль любого типа, от обычного жилого до санитарного или модуля контрольно-пропускного пункта, а также размер здания определяет только заказчик. Более подробно про ПО-система вы можете узнать по ссылке в описании. Жизнь среди облаков. Быт строителей на высоте. На высоте, где облака становятся частью повседневности, жизнь строителей ведет свою особую, насыщенную ритмом жизнь. Время здесь течет иначе и каждый день наполнен маленькими подвигами. Рабочие, словно альпинисты, каждый день преодолевают высоту, чтобы продолжать возведение небоскреба. Оборудованные всем необходимым, они ловко маневрируют между металлоконструкциями, осваивая новые техники безопасности, которые стали неотъемлемой частью их ежедневной рутины. Рацион строителей со временем эволюционировал от простых продуктовых запасов до высококалорийных пайков, которые поддерживают их силы на высоте. На верхних этажах оборудованы специальные зоны отдыха, где можно передохнуть и полакомиться горячим кофе, приготовленным в небольших передвижных кухнях. Здесь также уместны короткие беседы, которые способствуют укреплению духа товарищества и поддержке друг друга в трудные времена. Кроме физического труда, строители вынуждены ежедневно справляться с изменчивыми погодными условиями. Ветер, который обрушивается с невероятной силой на высоте, является не только угрозой, но и важной частью их повседневной жизни. Они разработали специальные методы работы при сильных порывах и обучены правильно реагировать на любые изменения погоды, что позволяет им работать в любых условиях. Все больше систем автоматизации и новых технологий внедряется в их работу. Современные интерактивные устройства помогают координировать действия и более эффективно управлять строительными процессами. Это позволяет минимизировать риск ошибок, которые могут оказаться фатальными на такой высоте. Жизнь среди облаков стала для них привычной, но каждый день приносит новые вызовы. Быть частью этого уникального проекта – это не только работа, но и образ жизни. И хотя никто из них не знает, как долго продлиться строительство, они уверены, что идут правильным путем, стремясь завершить начатое 100 лет назад. Но как изменит внедрение современных технологий и подходов к строительству этот величественный проект в будущем? Ответы ждут впереди. Будущее проекта – финал или еще один век строительства? С развитием технологий и появлением новых строительных методов, 100 лет спустя проект «Небоскреба» обретает второе дыхание. Современные инструменты и инновационные технологии позволяют улучшить процесс строительства, сохраняя традиции, заложенные первыми поколениями строителей. Каждый новый строитель приносит собой не только опыт своих предков, но и знания, полученные в современных технических вузах, что дает возможность адаптироваться и продвигаться вперед с невиданной ранее скоростью. Автоматизация вносит значительные изменения в работу, облегчая тяжелый труд рабочих и минимизируя риск ошибок. Дроны помогают инспектировать верхние уровни, где человеческому глазу не всегда есть доступ, позволяя следить за качеством строительства в режиме реального времени. Новейшие строительные материалы обеспечивают надежность и долговечность конструкции, одновременно снижая затраты. Легкие композиты и усовершенствованные изоляционные материалы делают здание более энергоэффективным, что важно в современных условиях экологической ответственности. Технологии виртуальной реальности и 3D-моделирования стали неотъемлемой частью планирования проекта, моделируя и анализируя конструкцию еще до начала работ. Это не только ускоряет процесс, но и позволяет выявлять потенциальные проблемы на ранних стадиях, когда их легче и дешевле решать. Современные лифтовые системы, использующие магнитную левитацию, открывают новые горизонты в перемещении по зданию, обеспечивая быстрое и бесшумное передвижение между этажами. Однако, несмотря на все технологические новшества, человечность остается в центре всего. Каждый строитель знает, что их работа – это не только деньги и технологии, но и часть долгой семейной традиции, которая должна быть продолжена. В этих стенах они видят не просто бетон и сталь, а наследие, которое будет передано будущим поколениям. Так они продолжают свой путь, рассматривая каждую новую технологию как инструмент для завершения этого великого проекта. Но каковы будут следующие шаги в этой захватывающей истории и увидим ли мы ее завершение в ближайшее время? Эти вопросы остаются открытыми, но одно ясно – небоскреб продолжает расти, и его будущее обещает быть столь же захватывающим, как и его прошлое.